Интересно На ваш взгляд, что является сейчас главной причиной роста ОРВИ и почему у межсезонья действительно такое опасное время? Ну, на самом деле, да, мы сейчас видим небольшой рост ОРВИ, но давайте мы пока успокоим наших любимых калужан, я всегда калужан называю любимыми и, в общем-то, не кривлю душой этим, что рост он идет, но рост очень незначительный. Ни в одной из возрастных групп на сегодняшний день так называемый эпидемиологический порог не преодолен, поэтому ни эпидемии, ни тем более пандемии, слава богу, мы в планете им говорить не можем. Обычная сезонная обстановка по ОРВИ, да? Давайте напомним, говоря о ОРВИ, мы сейчас имеем в виду острые респираторные вирусные заболевания, куда относятся в том числе и грипп, в том числе и ненавистный нам так называемый коронавирус, это тоже ОРВИ, слава богу, мы с ним немножечко прощаться начали, я очень надеюсь, но расслабляться еще рано. С самого начала тогда я хочу сказать, люди, он пока никуда не ушел. Да, масочный режим как бы у нас отменен, но давайте мы скажем честно, что имеется в виду, отменено обязательное ношение масок в общественных местах, да? Но, если вы заболели, маску носить обязательно, потому что этим самым вы предупреждаете заражение людей, которые вас окружают. Ну, естественно, если вы заболели, не надо идти на работу, потому что этим самым вы тоже распространяете эту болезнь, это относится к любому острому респираторному вирусному заболеванию. Почему сезонность? Да объяснить очень просто. В межсезонье, особенно весной, весенней межсезонье, что нас чуть пригрело солнышко, мы считаем, что уже наступила весна-лето, начинаем раздеваться, а еще достаточно прохладный ветер, а земля еще холодная. То есть, и вот эти вот контрасты температур приводят к переохлаждению, а при переохлаждении защитные силы нашего организма снижаются, и здесь нас атакуют с вами наши любимые и нелюбимые вирусы, которые приводят к вирусным заболеваниям. Что такое вообще иммунитет? И нужно ли его защищать? Иммунитет – это великий дар природы человечеству, да и не только человечеству, всему живому. Вот это ни много, ни мало, это не крайне красивые слова. Иммунитет – это великий дар природы. Все живое рождается с иммунитетом. Он предназначен нам для того, чтобы мы как раз с рождения имели возможность бороться с различными инфекциями. Это касается не только вирусов, с любыми инфекциями. Это и вирусы, это и бактерии, это и грибки и так далее. Это наши вооруженные силы организма, которые стоят на страже, на страже нашего здоровья. И иммунитет вырабатывается только тогда, когда мы с вами столкнулись с этой инфекцией. То есть эта инфекция попала в нас, иммунная система сработала, она ее обнаружила, она ее распознала, она научилась вырабатывать к ней специфические так называемые антитела, которые могут с этой инфекцией бороться и побеждать ее. Часто говорим, повысить иммунитет, защитить, укрепить. Возможно ли это или вот с чем родились, то есть. Я, наверное, догадываюсь, о чем вы меня спрашиваете, существует ли волшебная таблетка. Вот, к сожалению, мы, я имею в виду человечество, может быть, и я чуть-чуть тоже. Сейчас все ждем волшебной таблетки. Нам лень самим о себе позаботиться. Это беда нашего времени. Так вот, я на ваш вопрос отвечу однозначно. Никаких волшебных таблеток, повышающих иммунитет. Сейчас мы берем здорового человека. Почему? Потому что есть заболевания, которые сопровождаются иммунодефицитом. Вот здесь, да, фармакология здесь нам в помощь. Если вы здоровый человек, то никакая волшебная таблетка не сможет поднять вам иммунитет. Здесь, к сожалению, пускай банальные, но опять мы говорим об одном и том же. Это здоровый образ жизни, это движение, движение – это жизнь, это аксиома, никто с этим спорить не может. К сожалению, мы все больше отказываемся от движения. Мы придумываем для себя какие-то гаджеты, в том числе и помогающие нам в бытовом. Стиральная машина, посудомоечная машина, еще какая-то машина, которая делает за нас работу. Чтобы было время полежать. Чтобы было время, вы правы, полежать. А вот мы должны это освободившееся время как раз использовать на другое. В апреле месяце будет прекрасная акция «10 тысяч шагов к жизни». То есть самая лучшая физкультура для человека – это простая ходьба. В средней интенсивности человек должен проходить 7-10 тысяч шагов в день. Даже этого будет достаточно. Так вот, повысить иммунитет поможет нам физическая активность. Но главное не переборщить. Здесь я всегда говорил, да не обидятся на меня спортсмены, но они не обижаются. Я всегда говорил, что мы очень любим и уважаем наши спортсмены, потому что они защищают честь страны. А, соответственно, и нашу с вами честь, потому что мы с вами в этой стране живем. И они молодцы. Но спорт вреден для здоровья. Для здоровья массового полезна физкультура. Поэтому вот физкультура и именно спорт не высоких достижений, а спорт личных достижений, так называемых, вот это полезно для здоровья и должно быть массово использовано. Так вот, движение. Правильное питание. То есть фастфуд, жирное питание. Питание с большим количеством сахара. Вот эти газированные напитки, где на 100 грамм до 12 чайных ложек сахара. Ну, естественно, они никакого здоровья не добавят. То есть правильное питание. Отказ от вредных привычек. Банально, но доказано во всем мире, всеми исследованиями, что вредные привычки, особенно никотин, ну, снижает алкоголь. То есть этиловый спирт является природным иммуносупрессором. То есть он угнетает иммунитет и не заставляет, в том числе, и вырабатываться иммунитет. Поэтому вот вредные привычки, движение, правильное питание. Все это как раз, что называется, здоровый образ жизни. Только это повышает иммунитет. А что вот про полежать? Потому что здоровый сон тоже же улучшает иммунитет. Нет, полежать и здоровый сон – это разные немножечко вещи. Да, совершенно верно. Насколько есть режим движения, режим активности, также нельзя не соблюдать режим. И отдыха организму устроен так, что он должен отдыхать. И здесь вы должны отдать своему организму должное. И мы уже тоже много раз об этом говорили, что для взрослого человека 7-9 часов сна – это абсолютно нормально и абсолютно должно быть. Не отдохнувший организм подвержен и стрессам, и всем негативным остальным последствиям. Поэтому отдых должен быть. Но мы сейчас говорили о лежании, когда мы лежим просто так, потому что нам лень встать и куда-то пойти. Если хорошая погода, пройдите пешком. От дома до работы. И это уже будет польза для вашего организма и как раз для иммунитета. Наступает весна, все вокруг начинают болеть, и сразу такой сигнал поступает в мозг – надо бежать в аптеку за витаминами. Да, беда. Витамины не поднимает иммунитет. Это абсолютный миф. Витамины – это такие же лекарственные средства, как все остальные. Во многих странах, даже в большинстве развитых экономических странах, с развитой медициной, так скажем, витамины выдаются в аптеке по рецепту врача. Витамины – это лекарственные препараты, необходимые для лечения. И чтобы принимать витамины, нужно, чтобы либо лабораторно, либо клинически было доказано, что отсутствие или недостаток в вашем организме какого-то витамина. Вот тогда фармакологи – наши лучшие друзья. Просто так принимать витамины. Я еще раз повторюсь фразу, которую неоднократно повторял в этой студии. Бесконтрольный прием витаминов обогащает всего две вещи. Мочу того, кто их принимает, карман того, кто их продает. Есть гипериммунитет, так называемый. Наверное, гипериммунитетом я могу назвать только аллергические реакции. Потому что по своей сути аллергическая реакция – это фактически гипериммунитет. Аллергия на 80-85% – это сбой как раз работы иммунной системы. Поэтому, да, в принципе, вот именно по гипер-такому типу, когда иммунная система начинает работать против своего организма. Вот это одна из, может быть, примеров такой гипериммунной реакции. А давайте как раз с вами поговорим об аллергии немного. Давайте, тем более сейчас весна. Да, весна вот-вот все растает, зацветет. Первые там зацветут ольха береза, дуб и так далее. И тут, конечно, очень жалко людей, которые, к сожалению, страдают. Ну, тогда я еще раз повторюсь. То есть на 80-85% случаев это как раз сбой иммунной системы. Иммунитет – это дар природы. Но вот этот дар природы дан для того, чтобы он постоянно работал. Я сейчас никого не призываю не мыть руки, да, поймите меня правильно. Но вот эта вот чрезмерная любовь к чистоте, а особенно к стерильности, как раз приводит к сбою иммунитета. Но человек не рожден, чтобы жить в стерильности, да, его иммунитет должен постоянно сталкиваться. Да, скажу сейчас страшную крамолу, но существует абсолютно обоснованное мнение, что когда маленький ребенок ползает по это, а потом руки тянет в рот, это тоже нормальная защитная реакция, придуманная природой. Тем самым он как можно быстрее знакомит свою иммунную систему с возбудителями, которые находятся вокруг него. Все равно он столкнулся с этим рано. Совершенно верно, чтобы иммунная система как можно быстрее, как можно раньше, научила с ней бороться. Когда ей не с чем бороться, она почти не сталкивается с какими-то возбудителями, в связи с тем, что мы делаем вокруг себя стерильность, а она должна работать. Природа не терпит пустоты, это тоже великое изречение, и с ним тяжело спорить. И она в какой-то момент решает, вот что сейчас первое мне попадется, то я приму за врага и буду с ним бороться. Утрировано, но вот примерно так оно и есть. И тут прилетает пыльца ольхи, кому-то прилетела, иммунная система сказала, ага, вот какой-то белок, а давай я с ним буду бороться. И здесь эта иммунная система как раз включается по гиперэрергическому типу. Как подготовиться? Сейчас расскажем, да. То есть у нас в организме есть так называемые тучные клетки. Они вырабатывают гистамин. Гистамин – это очень полезное для нас вещество. Мы без него жить и существовать не можем. Так вот, аллергическая реакция в основном основана на гиперпроизводстве этой клетки гистамина. Великий Парацельс, тоже много раз я эту фразу произносил, еще раз произнесу. Все есть яд и все есть лекарства, все дело в дозе. Так вот, при этих аллергических реакциях гистамина начинает вырабатываться настолько много, что он начинает вредить своим клеткам. Поэтому и препараты, которые против аллергии, они у нас называются как? В основном это антигистаминные. Вообще их три группы, давайте мы тогда быстро расскажем. Это антигистаминные вещества так называемые. Они есть первого поколения и второго. У препаратов первого поколения есть один нехороший побочный эффект. Они обладают седативным, то бишь, снотворным действием. Поэтому их совершенно нельзя и не рекомендовано принимать людям, которые жизнь или работа которых связана с вождением транспортных средств. Дальше. Незаслуженно забытые, это гормональные препараты. Надо сказать, что они действительно на сегодняшний день незаслуженно забытые. Любые наружные гормональные средства, замечательная борьба с аллергией. Причем они современные, практически лишены системного действия и бояться их не надо. И есть еще третий класс препаратов. Так называемая группа кромонов. Это на основе кромоглицеровой кислоты сделаны препараты. У них есть тоже свои плюсы и минусы. Плюс их один очень большой, что на сегодняшний день доказано, что у них практически отсутствует токсическое действие. Минус это тот, что они именно вот как раз такого кумулятивного действия. И чтобы они подействовали, их надо начинать принимать за две, а лучше три недели до возможной встречи с аллергеном. Вот как раз мы сейчас находимся примерно в этой паре, если так можно сказать. Через там три-четыре недели, я все-таки надеюсь, что весна придет, солнышко будет светить, птички петь, все распустится, это будет красиво, это будет приятно. Но вот люди, страдающие аллергией, должны сейчас уже об этом задуматься. И сходить к врачу, причем сейчас еще не поздно, сделать аллергические пробы, так называемые, на кожные. Обязательно обратиться к своему врачу с целью подбора и назначения необходимого препарата. Все мы с вами похожи, но все мы с вами индивидуально, поэтому количество препаратов на рынке достаточно большое. И четко следует рецепту, конечно. Только следовать рекомендацию врача. К сожалению, вылечить на сегодняшний день аллергию мы не сможем, потому что, еще раз говорю, это сбой иммунной системы. Но правильный, подобранный, вовремя начатый, принимаемый препарат от аллергии, которой вы уже страдаете, максимально снижает те ограничения ваши, которые будут введены. И на вашу качество жизни практически не повлияет сезонная аллергия. Но это надо делать заранее. Себя надо любить. Бывает, доходит до того, что люди с аллергией вынуждены запираться дома? Бывает. А вообще людям с аллергией, особенно с сезонной аллергией, вот то, что летает в воздухе, там мы всегда даем рекомендации. Любым, вынужденным или не вынужденным, да, потому что этот аллерген, он летает в воздухе. Это значит, у вас дома должен быть очищаемый воздух. Сейчас достаточно много гаджетов, которые очищают, наш воздух умеет очищать воздух от пыли, и, соответственно, тех частиц аллергией, которые цепляются и на эту пыль, и летают самостоятельно в воздухе. Входя домой, то есть помещение ваше должно фактически быть зонировано, и поэтому, входя домой с улицы, вы тут же должны снять верхнюю одежду. Желательно ее, конечно, даже пропылесосить, либо сейчас тоже, опять же, есть гаджеты, которые называются вот эти вот парогенераторы, да, раз, снять одежду и прежде чем куда-то пройти, зайти в душ и принять душ, то есть смыть с себя этот аллерген. То есть первое правило борьбы с аллергией – отстраниться от действия аллергена, отстраниться, отойти как можно дальше от аллергена. То есть, а с улиц, например, если у вас есть аллергия, опять же, мы к этой березе возвращаемся, всегда, например, на пыльцу березы, значит, все равно она на вас села, если береза цветет, поэтому вы должны зайти и сразу себя-то убрать, чтобы хотя бы дома вы чувствовали, ну, тут желательно, конечно, прохладный, увлажненный, кондиционируемый, очищенный воздух, особенно в спальне. И это, собственно, заменяет проветрения ежедневные. Абсолютно. Андрей Александрович, спасибо вам огромное, что пришли к нам сегодня в студию за ваши рекомендации. Я надеюсь, что зрители, которые нас смотрят, перенесут хорошо эту весну. Спасибо большое. И серьезно.